МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы ЗАО «Фирма Август». Оля, вот как ты умудряешься-то, а, все свести к тому, что мы перед вами в чем-то виноваты, а? Слушай, ну, давай об этом не будем сейчас говорить, ты лучше подумай, как ты в Тюмень будешь там всю зелень отправлять? Я слышала, там у вас с витаминами-то проблемы, судя по тебе. А я смотрю, у тебя их переизбыток, да, слишком много кинзы с шашлыком в организм поступает. Ну что, Любовь Васильевна, снова здравствуйте. Мы опять приехали к вам, чтобы разобраться с вопросом, как нам вырастить хороший урожай на своей небольшой ферме, как начинающие земледельцы. Да, мы начинаем, Дмитрий Степанищев и Ольга Альшевская. Сегодня говорим о зелени. О зелених хорошо звучит, да, сразу так? Да, и главное, сколько на зелени можно заработать зелени, да? Так, какие основные сорта вы высаживаете у себя? Что самое доступное сегодня для выращивания самостоятельно? Самостоятельно можно вырастить зелень всю, какую вы пожелаете. От петрушки, укропа, салата, рукола сейчас не дефицит. Вот, у нас есть мята, тоже можно вырастить, виды салатов разные. Ну, а вы когда принимаете решение, все-таки, какой зелени отдать предпочтение, чем руководствуете? То, что на рынке, или то, что сами любите, или то, что дешевле по семенам, по стоимости? И не так, и не так. Я всегда делаю ассортимент, чтобы у вас все было. Когда хороший ассортимент, и для себя покушать у вас все есть, и если у вас лишнее, то можно вывезти на рынок. Ну, я правильно понимаю, мы приходим на рынок, берем перья лука, тут же нам человек говорит, ну, ребят, вот к лучку возьмите петрушки, да, и ты начинаешь уже набирать вот этого пучочек, вот этого пучочек, этого взял, этого, и в итоге набрал полный пакет зелени. А если бы этого не было, то и вы бы не заработали, и вы бы не заработали. Ну, вот вы взяли лук, все-таки нужно садить в грунт маленькие луковицы, или можно чернушку насеять? Чернушку можно сеять вот сейчас в марте, и уже так где-то в мае она у вас уже будет. А это у нас лучок с головки, головочку садишь в землю, и получается вот такой пучок. Ну, он же не долго проживет, если в теплице, если в открытом грунте, тогда все-таки зелень такая, ну, более, что ли, закаленная. Он растет месяц, ну, от силы три недели, если тепло, хорошо, три недели. Все, дальше срезали, пучочек, а лук вообще многоразового использования, или... Ты пойми, я пытаюсь как-то сэкономить. Продукты очень редко бывают, многоразового использования. Если перья у лука можно срезать два раза, допустим, можно? Нет, если для себя, то можно, все правильно. Срезали над головочкой, и он еще подел. Но уже качество не то, не красивее. Перо будет не такое, видишь, здесь будет обрезано все. То есть, первое перо на продажу, второе перо для себя вот в холодильничек, чтобы сэкономить. Все, это мы уже сэкономили. Поняла? Да, но все-таки более массово это укроп и петрушка, правильно? Это самые привычные для нас сегодня. Ну, да, ходовой товар. Если говорить о петрушке, есть различные виды, там, кудрявая, там, еще какая-то, то чему отдать предпочтение? Вот я, допустим, не знаю, какой спрос на рынке. На рынке. Ну, ходовой будет петрушка листовая. То есть, это классическая? Да. А вот уже, если кудрявая петрушка есть, да, ну, она на украшение больше. Ну, если, естественно, если не жалко, можно и дома просто порезать. Петрушка бывает корневая, правильно? Можно посадить и на много лет. Качество от этого хромает все-таки самой зелени или же нет? Не хромает, не хромает. Просто корневая она 2-3 года, можно ей пользоваться. Она срываешь ее, и она нарастает. Листовая только один сезон. А вообще зелень прихотливая, ну, вот растение, да, мы берем ее в целом. Ну, если брать частности, лук очень неприхотливый. Воткнул в землю, поливаешь, да, он вырастает. Но салат, рукола, вот листья монгольда тоже. То есть, да, вот такие вещи. Они как, прихотливы, как они у нас растут? Тоже неприхотливые. Полив и все. То есть, это самый простой и самый действенный способ. Вот именно с чего начать-то, по большому счету. Извините, ассортимент нужен. Я опять же говорю, если, допустим, ну, как, если для себя даже. Вы посадили петрушка, укроп, все, что у вас было. Лук тоже, он всегда ходовой салатик, рукола. Очень полезно, между прочим. Ну, я вот у вас до программы спрашивала, а если, допустим, в интернете заказывать семена, ведь ему массово нужно засеивать территорию, дешевле же выйдет? Или все-таки... Есть оптовые магазины, мы там и покупаем. А почему в интернете не заказываете? Это же дешевле, все-таки интернет-магазин, он не платит за продавцу зарплату, там, склады какие-то еще, что в итоге получается дешевле. Ну, я, допустим, пришла в магазин, я вижу, какие сорта. Я заказала, мне удобнее купить. Что я вижу, то и покупаю. Вот вы сказали, точнее, Ольга уточнила, что это все сеется, да, вот этот мой любимый способ. Да, это твоя любимая процедура. Но вот здесь вот салат, он сидит у нас отдельно в кассетах. Почему? Сначала мы садим, сеем в ящичек, а в таком размере пикируем. И когда мы его берем, пересаживаем, вот смотрите, берите, он у нас не болеет. Сразу посадили в грунт, и он не болеет, вот, пожалуйста. Ну, а все равно же его... А когда, допустим, вы садите летом, очень жарко, он плохо принимается. Если вы это сеете... У меня пальцы в кассету не получили. Это петрушку посеяли, допустим, в марте, она у вас в апреле взошла, и все лето она будет расти. Ей не надо приниматься. Если, допустим, тоже кинза, тоже сеется семенами. Ну, а кинза, вот я смотрю, что здесь как бы обрезано все ровненько, и все. Здесь же уже все-таки с корешками же, правильно? А кинза убирается с корнями. Ну, то есть она так дольше хранится, или... Нет, она больше не будет расти. Кинза убирается с корнями один раз. А петрушка, она будет, можно и пять раз ее срезать. Салат тоже раз срезаешь. Но я же так понимаю, самый большой минус, вот именно выращивание зелени у себя на продажу, это скоропорт. Мы же, даже вот ты домой покупаешь петрушку, положил в холодильник, она через два дня уже все высохла, пожелтела, облетела, и она уже невкусная. Ну, это понятно. То есть здесь нужно решать вопрос как-то с реализацией. В темном месте поставили на воду, замотали. Такой поможет способ сохранить? По зелени нет. А какой тогда? Только холодильник. А в холодильнике как правильно хранить? Если мы вот срезали урожай, ее очень много, в газету заворачивать? Лук мы заворачиваем в газету, чтобы не испарялось. Ну, а если салат, мы делаем в пакетах или тряпочкой накрываем сверху, чтобы не испарялось. Просто я покажу, сейчас мы все, это сейчас он здесь у нас срезанным таким образом, да. На самом деле это тоже в маленьком стаканчике, да, мы это покупаем в супермаркетах и дольше хранится. То есть с салатом понятно. А если говорить о кинзе, то есть здесь же сразу начинает желтеть, вот это все превращается, вот непонятно что, вот эти крайние листья, ее долго не сохранишь. Итак, ну а сколько вам надо, чтобы вы сохранили, если вам надо пучочек, да, вы купили пучок, а если у вас на огороде, ну пошли срезали, сколько вам надо, и она всегда свеженькая. То есть получается, да, если мы готовим продаж, да. А если у вас уже осталось, допустим, да, пожалуйста, везите на рынок, на рынке, уже копеечку будете зарабатывать. Вот я смотрю, да, большое количество зелени, да, если все-таки вернуться к производству, к выращиванию. Растения очень неприхотливые, а они болезненные, приходится их лечить, пообрабатывать, да. Да, и тимуля, опрыскивать же нельзя. Конечно, нельзя, только в маленьком, вот в таком можно обрабатывать, питание отдавать, а уже такое растение, оно должно поливаться. Тиля нападает вот на такой салат? Бывает. Нет, и мучнистая роса тоже болезни бывают, обрабатывать надо. А как, стоп, а как обрабатывать, если мы не можем обрабатывать сами листья? В маленьком это... А, вот сюда подливаем. Нет, нет, просто опрыскивать. Пока оно маленькое растение, мы можем обрабатывать, а когда уже готовое, естественно, нельзя. То есть получается, вот, простите, я уточню, то есть если растение выросло, и вдруг напала тля, все, куст мы потеряли. Потеряли. Ну, чтобы не надо допускать, чтобы она у вас напала на взрослый. Вы обрабатываете, когда он маленький, кустик. И у вас не будет тли, когда будет это обрабатывать. А эта трава, она пользуется популярностью у наших угрожан? Продается на рынке. Из них даже пекут осетинские пироги. Осетинские, да, я знаю. Да, только это листочек маленький, он идет на миксы в салаты. Вот, вы взяли? Я думаю, знакомая картинка зеленая с красными прожилками. Ну, вот, видите как. Взяли салат такой, такой. Что еще в салат? Огурчик, там помидорчик, два листочка руколы. И у вас получился микс салат. Вот я хочу, что сказать. Я вот сейчас тру листочек петрушки, запах вообще неимоверный. Но когда мы покупаем это в магазинах, приносишь домой, она вот такая мертвая лежит, эта петрушка, и все. Ни запаха у нее, ни вкуса. Ну, вы знаете, может еще выращивается не на земле, вот на которой мы выращиваем, где мы вносим перегной, золу, все, что оно положено. А еще, как вы говорили, в табрисе или в супермаркетах, стаканчика. И он выращивается на растворе. Вот от этого оно и качество. А этот, видите, зеленый, хороший. Это салат тоже, типа, роман. Сколько он растет? Салат растет в два месяца. А остальное? А это уже будет расти так, как вы срываете. Как соберете. Да, как соберете. Лук месяц, мята сколько в среднем? А мята, она постоянно растет. Срезали. Уже она начала вот такая, пожалуйста. Укроп. Укроп тоже полтора-два месяца. Вот смотрите, я смотрю, в пучке вот оно начинает желтеть, да? То есть оно могло желтеть на грядке листьев, правильно? Конечно. То есть, как угадать? Или он уже перестоял. Надо его вовремя убирать. Перестоял, вы имеете в виду на грядке, да? Вовремя не срезали. Да, на грядочке, да. А если мы сеем салат, очень многие салаты, укроп, многие дают стрелку. Да, и укроп до домашних условий, допустим, на обычном огороде, если не занимаются профессионально, дают стрелку, потом уже, ну, в общем-то, вот таких вот не соберешь такое растение. Да, он будет, как где-то там, по метр-полтора. Вот, всё, вот такое его надо срезать. Или можно тоже, как петрушку, щипать. Мы иногда даже ранее, если укроп, это, пикируем, на грядочке, рассаживаем по одной, вот на таком расстоянии, в грядочку, и он подрастает, и мы обрываем листочки. И он нарастает вот до такой высоты. Но я ведь понимаю, я ведь правильно понимаю, в чём плюзельня, она круглогодичная. Но если тёплая теплица, то да. А так-то нет. А так-то нет? Нет, но имеется в виду, да, если мы отапливаем теплицу, если у нас, вот, смотрите, вопрос такой, по поводу круглогодичного вращения. Если мы там подготовили землю, высадили, неважно, огурцы, помидоры, мы это собрали, и земля, всё, мы её снимаем, перевносим туда удобрения, высаживаем заново. А если это петрушка, да, которую мы посадили, один раз, как вы говорите, её хватает на 3-4 года, то как это происходит? Ну, оставляйте место в теплице, и пусть она у вас растёт. Так же, как щавель, так же, как петрушка. Она, уже планируешь место, чтобы не мешала она, в конце теплицы сейте щавель, сейте петрушку. А чем прикармливать-то тогда? Она же вытягивает из земли вот эту всю органику. Ей хватает всего вот этого. То есть, один раз сделать землю, и этого хватит на 5 лет? А если такой способ? Не на 5, не на 5, а, допустим, на год вас хватит. А щавель растёт, он на одном месте до 5 лет, и хватает. А если другой способ? Посадить помидоры, и между помидорами насеять петрушки или укроп? А не пойдёт. Почему? Нельзя в том нещать? Не пойдёт. Нет, нет. Петрушка любит полив. Я уже говорила, помидоры не любят большой полив. Перцы любят полив, я помню. Перец, да. Между перцем просадить? Можно, уплотнение сделать можно. Между перцем посадить, допустим, салат. Салатик, перчик от перчика, вот на таком расстоянии, да, посадили ряд от ряда. Но опять же, надо ходить, надо собирать, он будет мешать. Уплотнение можно сделать, но нежелательно. А я слышала, что овощи можно совмещать с чесноком, например. А, можно. Чеснок бывает отпугивает даже тлю. А, то есть он ещё и будет как дополнительная профилактика. Но вот он как раз таки сезонный, правильно? Даже в теплице. Ну да, сезонный. Да, можно, конечно. А зимой его не вырастешь, да? Ну, я чесноком не занимаюсь. А если говорить о ранней редиске, тоже как бы и овощи? Редиска любит тоже полив. Но уже плотненько её не посадишь нигде. То есть ей нужно место, ей нужно... Конечно. Отдельная грядка. Правильно, редиске тоже надо отдельно уходить. То есть как бы ты не хотела, не сэкономишь? Во-первых, редиска. Есть, нет. По месту. Редиска только взошла, вот тоже секрет. Если она у вас находится на улице, просто под плёнкой, она у вас зашла вот такого размера. Её надо на 3-4 дня открыть, сделать закалочку. Чтобы она закалочку прошла, она не будет тянуться. А если вы её не сделаете, она у вас в ботву уйдёт. То есть получится вот такая вот редисочка маленькая. Да, вот именно. Это тоже много значит. Так что на всю... Кто-то полив любит, кто-то не любит, где-то закалку. Также вот капуста. Остановимся немножко на капусте тоже. Капуста бывает... Вот спрашивают, я посадила в ящичек дома, в комнате, а она у меня потянулась, переросла. На закалку её надо тоже выносить, капусту. Тормозу в росте. Тогда она не потянется, и будет хорошая. Ну, капуста, мне кажется, всё-таки очень прихотливое растение. Если говорить о зелени, то лучше вот таким ассортиментом бить по покупателю, правильно? Ну, понимаете, каждый... Кто-то помидоры выращивает, кто-то огурцы, кто-то зеленью занимается. У меня вот такой короткий вопрос, а можно ли их совмещать вместе? Вот мы говорили, что горький перец, болгарский нельзя, а можно? Здесь руколы, здесь же кинза. Можно, всё можно. Вот в одной теплице можно как разместить? В дальнем углу можно разместить чай и петрушку. Долголетние такие, долгоиграющие. Что вам кинзу же надо, опять же, срезали, и перепахать надо, внести землю, удобрения и посеять что-то. Я предлагаю сейчас обсудить, насколько затратно выращивать зелень, какие удобрения нужны, как подготовить почву, где купить семена, в принципе. То есть, получается, в среднем сколько тратится на ассортимент семян зелени? Ну, если, допустим... Порядка трёх тысяч, да, где-то вы говорили? Пусть даже так, да. Потому что лук надо купить, и семена надо купить, салаты тоже денежки стоят. Но плюс в чём? Плюс в том, что прям зеленью можно очень плотно засадить. Если мы говорили, да, там, о предыдущих каких-то сортах, да, там, пусть томаты, пусть огурцы, там порядка, там, от 60 до 100 кустов на сотке. Ну, так один куст даёт по 2-3 килограмма, а здесь, как бы, извините, пучочек-то собрать надо ещё. Ну вот, получается. А мы несколько сотен кустов можем разместить на одной сотке. И плюс ещё и делать это многоэтажно, да. Вот мы даже у вас в теплице видим, что здесь засажено, стоят стеллажи, зелень какая-то растёт. То есть мы за счёт того, что растение очень неприхотливое, мы можем это всё сделать многоэтажно и отнестись к этому проще и легче. А каков спрос? Всё-таки говорят, трава, там, едят её только, там, животные. Нет, или с мясом, например. Да, или только с мясом. Сейчас нынче в моде, да, другой образ жизни. Вот, не мясное. Да, да, да. Правильное питание. Да, так вот, скажите, спрос на что в большей степени, какова цена, ну, в среднем? Ну, в среднем я в килограмме за... Ну, где-то рублей 100-150. За килограмм? Да. Но это, наверное, всё-таки петрушка и укроп. Да, вот самое простое. О салатах, о руколе. Ну, салат, допустим, зимой, если мы вырастили в теплице, и затраты у нас пошли на газ, на свет, на воду, вот это всё же. Естественно, он дороже. 300-400 рублей за килограмм. Так, где-то так. Так, теперь мне хотелось бы прикинуть, теплица засажена томатами и теплица засажена различной зеленью. Что будет выгоднее по деньгам? Ведь коммунальные услуги одинаковые будут. Разово? Разово. Я так понимаю, лучше томаты или огурцы, они всё-таки дают порядка, если помнишь, они дают порядка 25-30 тысяч за 2-3 месяца. Это сухие цифры. За 2-3 месяца. Люба Васильевна, всё-таки, с опытом, вот скажите, всё-таки это овощи, помидоры, огурцы, либо же трава? Ну, кому что нравится? Нет, с точки зрения экономики, да, с точки зрения именно дохода. Дохода. Что выгоднее? Ну, допустим, травой можно круглый год заниматься. Круглый год. И вот если вы петрушечку 5 раз срезали, из квадратного метра вы получили килограмм, и перемножьте, если вы уберёте её 5 раз, пусть даже по 100 рублей, это тоже будет с квадратного метра 500 рублей. А если у нас грядочка? Так, мне уже нравится, я даже уже согласна на балконе этим заниматься. Вот, и самой деньги не тратить, да? И ещё можно что-то вырастить. Ну, я так думаю, что... По базар не будете ходить. И опять-таки, подружки пришли, салатик им из руколы нарубила. Дим, я не знаю, что твои друзья изят, но мы одной травой, к сожалению, не питаемся. Да, салат. Или вот как раз хорошо к мясу, руколка. Так, скажите, если говорим вот о семенах салата, понятно, петрушка, укроп распространённые семена, как выбрать? Выбрать надо. Ну, мне кажется, салаты. Какие-то отдельные сорта. Салаты. Ну, вот видите, салатов много, очень много. Есть красные. Вот данный момент. Отечественные семена, либо же нет? Есть отечественные, есть импортные. Но вы предпочтение каким отдаёте? Импортным. А почему не нашим? Ну... Качество всё-таки, да? Качество, конечно, лучше. Ну, и у нас тоже начали уже выводить сорта. И Романа есть уже наши сорта. Однако, даже гавриш выводит. Вот мы говорили по предыдущим культурам, да, по овощам. И салатов очень много. Вы, скажем так, уделяли внимание тому факту, что лучше покупать гибридные, так называемые. Они и плодоносят лучше. А, ну да. И обрабатывать надо. Вот в рамках зелени, семена, какие есть понятия? Гибридные. Нет. Гибридный салатырь, он идёт чистый, сортовой. Нет, нет, нет. Сортовой идёт. Сортовой. Ну, а давайте посчитаем. На землю мы потратили, да? На саму вот эту баночку её тоже купить ведь надо, правильно? Семена, баночка, земля. Это я не считаю коммунальных платежей, да? Не считаю полива. Полива, да, тоже. Вот себестоимость вот такого вот кустика сколько будет у нас примерно? Наверное, рублей двадцать вот такой. Рублей двадцать. И продаём мы его где-то рублей за сто. Да, конечно, если только в Тюмень пешком пойдёшь. А в Тюмени у нас они примерно за такие деньги и продаются. Ты подумай, как это всё мы будем отправлять в Тюмень. Самолётом. С самолётом можно долететь. Да. Ну, у нас в среднем получается, что из... Ну, у нас вот в Кубани это сейчас, наверное, рублей двадцать. Скажи, открою вам секрет, в магазинах тридцать пять, сорок. Тридцать пять, сорок. Ну, даже если мы наладим туда оптовую поставку, всё равно по двадцать будут где-то брать. Будут брать, потому что они же свою накидку тоже делают. И получается, двадцать мы потратили, двадцать заработали. Что-то как-то. Что-то как-то. Значит, не двадцать всё-таки себестоимость этого кустика. Нет, ну, опять-таки, да, вот ты спрашиваешь про один кустик, но покупая оптом семена, опять-таки, за коммунальные ты платишь за целую теплицу, а не за прогрев отдельно взятого кустика. И в целом получается, что себестоимость при выращивании ста кустов, она падает, ну, рублей до пяти-десяти. Но здесь самая дешёвая – это петрушка, укроп и лук. И лук. Да. Дорогое – это всё-таки рукола и вот это вот замечательное экзотическое растение. Ну, да, она дорогая. А вот оно всё подороже будет. И в круговороте будет нормально. Занимайтесь, приезжайте за опытом. А вот у нас ещё есть мята. Вот дайте мне листочки. Да, можно это. Подвяло, вот пока. Да, можно это. Это, кстати, охранение. Да. Вот мы с вами разговаривали до эфира, как раз мы сейчас говорили про семена, какие вы используете, наши отечественные, либо зарубежные. Всякие, наши тоже. Мы поинтересовались в Министерстве сельского хозяйства вообще, можете ли вы, как фермер, как владелец теплиц на личном пособном хозяйстве, получить какие-либо субсидии или льготы при покупке семян. Желательно, качественных семян. И вот, что нам ответили. В рамках государственной поддержки сельхознаропозрителей существует такая мера поддержки, как возмещение части затрат на приобретение элитных семян. Министерством сельсового хозяйства Российской Федерации утверждён перечень, исчерпывающий перечень семян, а также ставки. В данный перечень вошли все основные виды семян. Ну что, получается, что субсидию там можно получить уже по факту. Но нужно зайти на сайт Министерства сельхоза, посмотреть список семян, по каким культурам дают субсидии и, в принципе, его получить. Итак, подводя такой общий итог беседы, мы понимаем, что растение, зелень в целом очень неприхотливая, самое простое. Особенно не нужно ничего придумывать. Взял землю, качественную, как мы её и готовим, с органикой, с песочком, с коровяком. Ну вот, засеиваем по максимуму, и оно само себе растёт. Так, а поливать не забыла. Только поливать не забыла. Для того, чтобы связать такой пучок, нужно с каждой луковицы вытащить непосредственно сам стебель зелёного лука. Связать это всё в пучки, если ты собираешься стоять на рынке и продавать, а не на килограмм. Вот, и вот такой пучок, кстати, вот кинза моя любимая, люблю её со всеми есть, и с мясом в том числе. И с другой травой. И с другой травой тоже люблю. Ну, в среднем тоже будет стоить, ну, рублей, наверное, 35. Вот, это сейчас. А если выгнать её чуть пораньше, то будет даже поболее, чем петрушка и укроп. Да, и не забываем о главном плюсе зелени. Не знаю, допустим, кинза, как я знаю, 300 рублей за килограмм. Вот, 300 рублей за килограмм. А если в Тюмень к нему отправим, то там и более. Да, ещё и подороже. Да, и главное не забывать о том, что зелень, в отличие от других овощей, можно выращивать круглый год в тепличке. И причём выращивать многоэтажно, вот как мы здесь сейчас видим, то есть делать стеллажи, на которых она будет расти. И не занимать место. И первое, что посадим, это мята. Она же успокаивает, правильно? Да, конечно. Хорошо, благотворно на организме. Я думал, ты и кинзу первое посадишь, ну, чтобы... Спасибо большое за информацию, за то, что помогли нам разобраться. Спасибо вам огромное. Приезжайте. Если что непонятно будет, приезжайте. Спасибо. Мы будем рады. Нет, это, конечно, всё очень интересно, выгодно, великолепно. Но, а если распродать не успеем, она же в три дня вся портится. Не переживай, в тёмное место на воду поставим и выживет вся. Да и как-то много всего. И щавель, и кинза, и руккола, и лук. Мне кажется, надо остановиться на чём-то одном. Ой, слышали бы тебя, мужики, да правильно поняли бы. Оля, вот как ты умудряешься-то, а, всё свести к тому, что мы перед вами в чём-то виноваты, а? Слушай, ну, давай об этом не будем сейчас говорить, ты лучше подумай, как ты в Тюмень будешь там всю зелень отправлять. Я слышала там у вас с витаминами-то проблемы, судя по тебе. А я смотрю, у тебя их переизбыток, да, слишком много кинзы с шашлыком в организм поступает. Лучше посчитай, сколько мы заработаем на ненавистной тебе кинзи. Как-то немало. Вот то-то.